Сейчас мы услышим Кирираджа Махараджа и сразу после него мы услышим Ниранжана Махараджа. Если все пойдет по плану, то после этого мы увидим видео от Рома Пады Махараджа, Маду Мангала Прабу, президента храма в Дели, нашего дорогого духовного брата Сундрананда Прабу, Харипарша Прабу и в конце нашей сессии мы услышим Чандрамалу Махараджа. Я бы хотел сказать несколько слов, чтобы представить Кирираджа Махараджа. Как я говорил вчера, попытки представить таких личностей, как он, кажется мне, попытками Светлячка представить Солнце, это просто смешно. Это такая замечательная, удивительная личность. Я обожаю слушать о том, какие у него были взаимоотношения со Шила Паупадой. Мы можем понять, как сын из Шила Паупада любил его, как близки они были. И Махарадж – это очень старший преданный, очень важный член нашего общества. Его все время просят в различных местах давать лекции. И сегодня он с нами. Это огромное благословление. Я бы мог продолжать прославлять его, но вы устанете слушать меня. Да я и сам бы хотел услышать Махараджа. Пожалуйста, Кирирадж Махарадж, мы бы были очень счастливы услышать несколько слов от вас. У него есть звук? Спасибо за это введение, за то, что представил мне. Я подготовил свое подношение к Шри Паупаду Горга Виндесуа Махараджу в форме разговора с ним. Поэтому все будет сказано мной, адресовано ему. В 1996 году в Майпуре, за несколько дней до Дня Явления Шилы Паупады Сиданта Сарасвады Тагура, я получил телеграмму от моего отца, где он говорил, что у него был сердечный приступ, и хотя он уже не был под угрозой, все равно он хотел, чтобы я приехал и навестил его. За 25 лет моей практики сознания Кришны, мой отец ни о чем не просил меня. Поэтому после того, как я посоветовался со своими духовными братьями, я решил все-таки поехать и навестить его. Я взял билет на День Явления Шилы Паупады Сиданта Сарасвады Тагура, но перед уездом я хотел повидаться с Равин Расварупой Прогу, который был этажом выше, в комнате, где у нас проходили заседания по GBC. Когда я вошел, я увидел вас, Горго Винда Слава Махараджа. Вы сидели за столом слева от меня. Вы приехали на собрание несколько позже. Вы приехали в мой путь прошлой ночью, и поскольку я не видел вас еще по приезду, я воспользовался этой возможностью, чтобы поклониться вам и приложить свою голову к вашим лотосным стопам. Вы с любовью похлопали меня по спине. Вы улыбнулись мне с теплотой и посмотрели на меня глазами, полными любви, света и блаженства. Я объяснил Равин Расварупе Прогу, что уезжаю, и посмотрел снова на вас. Мы обменялись счастливыми взглядами и улыбками, и я уехал. Только несколько недель спустя я узнал, что в тот же день, когда я уехал из Майпура, вы покинули Майпур и отправились в Верховную Обитель. Из Майпура я отправился в Майами, где мой отец находился в больнице. И только после того, как я сопроводил его в Чикаго и пообщался с местными преднами, я узнал о вашем уходе. Сначала я не мог в это поверить, но затем его святейше Раданас с вами приехал навестить меня и подтвердил эти новости. Я услышал вас впервые от Бхагаватадаса, моего друга, с которым мы служили в Бангвее, и который служил с вами в Бхаганешвари. Он говорил мне о святом человеке, который жил в Соломене хижине и переводил книги Шрила Плупада в язык ории. Поэтому даже перед тем, как я встречался с вами, у меня было о вас очень хорошее впечатление. Но по-настоящему я узнал вас впервые, когда вы приехали в Моришес. Моришес – это маленький остров в Индийском океане между Индией и Африкой. По своей ширине он составляет максимум 40 миль, а по длине – 60 миль. В то время вы с огромной серьезностью переводили Шраман Бхагаватам Шрила Плупада в язык ории, чтобы успеть перевести его к дате столетия с дня явления Шрила Плупада. У нас было много возможностей пообщаться. Каждый раз, когда мы ездили из храма в Фениксе в храм на ферме Бонакай, мы когда ехали вместе на машине и обсуждали философию, у меня было очень много возможностей общаться с вами. Также во время лекций, вы давали очень длинные лекции, и в конце я задавал вопросы. Однажды на ферме Бонакай я вспомнил стихи из читаний Чиритамриты, Мадхи Лила, 22-128-129. Ох, пяти наиболее могущественных англок в первых сужениях. Человек должен общаться с преданными, воспевать Святое Имя Господа, слушать Шримад Бхабхатам, жить в Мадхуре и поклоняться Божеству с верой и преданностью. Схакала-садхана-шреста-э-панча-анга, Кришна-пре-маджанмая-э-панчэ-ра-алпа-анга. Эти пять анг преданного служения являются наилучшими из всех. Даже кратковременное исполнение этих пяти анг пробуждает в человеке любовь к Кришне. Я рассказал вам, как сильно мне нравилась Мадхура Вася жизнь в Мадхуре в Риндаване, и вы ответили, глядя мне прямо в глаза, с достаточной степенью строгости. Камса тоже жил в Мадхуре. Вы сказали эти слова мне с огромной любовью и нежностью в голосе. И я почувствовал, что вы видели насквозь мое оскверненное сердце и хотели очистить его таким образом. Вы дали мне наставление, что цель заключалась не в том, чтобы жить в Мадхуре, а в том, чтобы развить в монастыре непредного. Мы обсуждали многие вещи. Даже в аэропорту, перед тем, как вы уехали из Моришес, мы говорили с вами полтора часа. Очень близко общались. Вы предсказали, что на 10 тысяч лет вперед будет проявляться золотой век в Кали-Юге, и привели ссылку из Писания, которую я раньше никогда не слышал. Вы выразили надежду, что Искон приблизит наступление этого золотого века. Вы также рассказали мне о себе, о том, как вы впервые встретились со Шилой Праупадой, и как он занял вас служением, и как позже вы привезли Шилу Праупаду Борису. Вы также рассказали мне, как даже после ухода Шилы Праупады вы продолжали получать его руководство, как вы собрали тетрадки с стихами, которые он чаще всего цитировал, и читали из них стихи во время своих лекций. Вы научили меня столькому многому. Я помню ваши глаза. Они всегда были наполнены слезами любви и слезами счастья, и ваш голос всегда был наполнен нежностью и энтузиазмом, и экстазой духовной реализации. И своим внутренним взором я до сих пор могу видеть ваши глаза и вашу улыбку. Ваша голова немного покачивает, и ваши глаза подмигивают мне и улыбаются. Другие частые возможности общаться с вами выпали мне в Джуху. Вы часто покидали Индию, когда путешествовали за границу, и выезжали через Бомбей. И когда возвращались, вы также возвращались через Бомбей и оставались там в гостевом доме в Джуху. Там у нас было очень много замечательных обсуждений. Однажды вечером у меня была проповедческая программа, но перед уходом из храма я хотел зайти к вам и выразить вам свое почтение. Когда я зашел, вы неожиданно начали описывать замечательную, потрясающую лилу Радхи и Кришны, и как Вриндадеви участвовала в ней. Однажды Кришна опоздал на свое свидание с Шримати Радхарани. И чтобы узнать, что произошло, она послала своих сакхи. И когда они доложили ей, что Кришна был в это время в секретной кунжи вместе с Чандравали, то Радхарани проявила экстаз любовной, трансцендентной ревности, мань, и отказалась встречаться с Ним. И Кришна пытался столькими разными способами смилостивить ее, но ничто не могло изменить ее отношение. В конце концов, Вриндадеви посоветовали ему переодеться в саньяси и вымолить подношение у Шримати Радхарани. Когда он так обратился к Шримати Радхарани, она не смогла устоять и дала ему то, о чем он просил прему. И таким образом Божественная Чета снова соединилась счастливо. Я слышал много игр, но я никогда не слышал эту игру. И вы рассказывали ее с таким чувством, что я был полностью заворожен и никак не хотел уходить. Но время шло, и становилось все позже и позже. Я все больше опаздывал на свою программу. Но я тем не менее не мог оторваться от слушания вас. В конце концов, вы завершили свой рассказ, и я сказал вам, что должен был отправляться на свою проповедческую программу. Я покинул храм очень вдохновленный только Кришна Катхой, который вы поделили со мной. Вы были и есть один из самых выдающихся преданных. Хотя вы были преклонного возраста, и у вас было хрупкое здоровье, вы путешествовали подобно молодому человеку, проповедовали послания Шилапрабхада и читания Махапрабхуи, и вдохновляли преданных. Вы великая сострадательная душа. Другие преданные уже отметили вашу чистоту, то, как вы представляли философию, тот вклад, который вы внесли в наше движение. И в этом подношении я просто хотел поделиться своим личным опытом отношений с вами и своими чувствами по отношению к вам. Мы скучаем по вам. Душа, как подобная вашей, очень редка, и вы даете огромную силу нашему движению. Но несмотря на то, что вы покинули нас, ваше наследие продолжается. Когда я получил копию выпуска журнала Кришна Катхамрита, которая была посвящена аппаратам, бешеному слону аппарат, то я был поражен, как разумно были составлены все статьи в этом журнале. Я почувствовал, да, ваше наследие продолжается. Ваши ученики и последователи продолжают вашу миссию. И я почувствовал огромное вдохновение от чистоты, которая была преисполнена Катха в этом журнале. Я был очень вдохновлен. Вы убеждали нас, что получать наставление духовного учителя можно даже после того, как он уходит из этого мира. Я выключил ей звук, Махараджи. Она говорила, что меня плохо слышно? Нет, я не знаю, почему она так сказала, я могу услышать все. Хорошо, раз вы слышите. Мы пьем ушами вектар, который вы говорите. Спасибо, я тогда продолжу. Почти уже подхожу к концу. Вы убеждали нас, Гурго Виндасвами Махараджи, что мы можем получить общение и руководство даже после того, как духовный учитель уйдет из этого мира. Как? Через наставления гуру и через наставления шастри и садху по милости гуру. Вы говорили, цитата, наставление гуру – это тоже гуру. Вы получите гуру Криппа, милость гуру через его наставления Вани. Тот, кто очень, очень сильно жаждет и очень искренне вопрошает, будет молиться своему духовному учителю. О, духовный учитель, вы сейчас не рядом со мной, поэтому я не могу понять. Я такой глупец, у меня нет никакой квалификации, хотя ваши наставления уже даны. Я не могу понять, что вы имели в виду. Пожалуйста, помогите мне. Гуру придет, но не в той же самой форме. Он может прийти в форме садху, дорогого Кришни-пледового, кто также очень дорог вашему духовному учителю. Через него знание откроется. Сомнения будут устранены, и через него вы сможете понять таттву, смысл Священных Писаний. Вы должны думать, мой гуру обучает меня, говорит мне через эту форму. «Не думайте, мой гуру не здесь, он ушел. Что же мне делать?» Молись горячо своему духовному учителю, и он обязательно поможет. У нас есть личный опыт того. Нам множество раз таким образом помогали. Великие Махаджаны и Ачарьи также подтверждают это. Это вечный процесс. Кришна вечный. И Его учения вечны. Этот процесс вечен. Но мы должны быть очень, очень искренни в своем вопрошении. Мы не должны чувствовать безнадежность. Нет никаких причин быть пессимистичными. Мы должны быть исполнены оптимизмом в этом процессе. И Шила Горга Виндасвами Махарадж, Вы выполняете эту функцию совершенным образом давая нам руководство и стольким многим предам, после того, как Шила Павпада ушел. И Вы поэтому говорили по собственному опыту. И Вы вдохновляли всех нас Вашими реализациями. И Вашим милостивом общению, которое продолжается и сейчас через Ваши Вани. Я подведу итог бессмертными словами Шила Бахти Виндотакура, написанными Харидасу Такуру. Не прав тот, кто считает, что Вашнавы умирали, потому что они живут по-прежнему в злуке. Вашнавы умирают, чтобы жить. И живя, стараются распространить Святое Имя вокруг себя. Я никогда до конца не осознавал, как сильно я люблю Вас. Это Ваша милость по отношению ко мне, без сомнений. И я молюсь, чтобы Вы оттуда, где Вы находитесь сейчас, благословили Меня, чтобы я мог быть хорошим слугой Моего Духовного Учителя Шила Павпады. И в конце концов стал квалифицирован служащий Ши Радхе Го Виндзе Го Пал Джун. Спасибо большое, Ваша вечная слуга, Гирирадж Свами. Спасибо огромное, Гирирадж Махараж. Махараж сейчас в Америке, там поздняя ночь. Я очень ценю, что Вы уделили нам это время, поделились такими сокровенными вещами в своем сердце. Как Гуру Махараж говорил, если Кришна хочет увидеть сам себя, нет никакого зеркала, которое может отразить его правильным образом. Поэтому Кришна может увидеть себя в сердце, исполненном любви Его преданных к Нему. Поэтому мы так счастливы, что Вы приняли участие в нашей программе, потому что мы можем увидеть отражение нашего дорогого Духовного Учителя в Вашем рассказе, в Вашей любви к Нему. Мы немножко уже опаздываем, Махараж. Я думал, Вы хотели что-то сказать. Я хотел только прокомментировать, что, поскольку мы очень удачливы, что у нас сейчас есть возможность общаться с Гирираджем Махаражем. Несмотря на то, что мы опаздываем, я хотел предложить, что кто бы не хотел сделать какой-то комментарий здесь или задать какой-то вопрос, то Вы можете сделать это в чате. Я уверен, Махараж, что все очень ценят Ваше время, что Вы с нами сейчас. Хорошо. И если пока ни у кого нет вопросов или комментариев, то я бы хотел обратиться к нашему следующему. К следующему, кто будет говорить подношение. И это не Ранжин Махараж. И он мне написал приватное сообщение, которое говорит, что очень сложно будет после этого говорить. Сложно конкурировать с таким подношением. Одна из причин... Ничего, ничего. Одна из причин, по которой мы хотим проводить такие программы, является то, что мы хотим обрести благословление Гирираджа Махаража, Ниранжина Махаража, столько многих старших преданных. Мы хотим узнать, из Ваших слов узнать о нашем Гуру Махаража. И это значит очень многое для нас. Я бы хотел, как я уже говорю, это просто смехотворно для меня представлять этих личностей. Но я должен сказать что-то о Ниранжине Махаража. Ниранжин Махараж обладает столько большой любовью к Гуру Махаражу, как и Гирирадж Махараж. Хотя у него не было слишком много общения с ним, в то время старшие преданные, они путешествовали и проповедовали. У них не было возможности много общаться с Гуру Махаражем. Я хотел поблагодарить и Гирираджа Махаража, и Ниранжина Махаража за то, что они все время занимают меня служением и всегда вдохновляют нас служить нашему духовному учителю. Я могу столько о нем сказать, что он Джи Би Си, что он Гуру, что он удивительный лектор и писатель, помогать стольким преданным. Но я думаю, что все это уже знают. Но то, что является для меня очень особым ценным подарком, который я получил и от Гирираджи Махаража, и от Ниранжина Махаража, это подарок, который помогает нам служить нашему духовному учителю. И Пушкаража Прабу делает комментарий. Мы знаем, что Гирираджи Махараж очень избирательная пчелка, которая всегда пьет нектар Харикадхи от настоящих садов. И мы услышаем от Пушкара Прабу сегодня вечером. Гирираджи Махараж, вы уже готовы начать свое подношение? Я думаю, у вас сейчас нет звука. Я бы мог начать, но я придерживаюсь того же мнения, что и прежде. Я протирал глаза от слез, чтобы я мог увидеть и нормально говорить. Но это было не так-то просто, потому что Гирираджи Махараж со своим подношением подняли во мне много эмоций. Именно поэтому очень сложно продолжать после такого подношения. Особенно если учесть, что большинство из тех тем, о которых он рассказывал в своем общении с Горгавином Махаражем, являются очень похожими с теми опытами общения с Горгавином Махаражем, которые у меня были. Этот опыт вошел очень глубоко в мое сердце с большой пронизывающей силой, которая оставила неизгладимый эффект. И она поддерживала меня с тех пор, как он ушел и продолжает поддерживать меня сейчас в моем преданном служении Шилиппоупаде. Я не знаю, как мне выпала такая великая удача, я точно не заслужил ее. Это была великая удача для меня, несмотря на то, что в отличие от Гирираджи Махаража, у которого было очень много общения с Горгавином Махаражем. У меня, как, может быть, некоторые из вас знают, общение с Горгавином Махаражем было минимальным, хотя Шастра говорит, что одной Лава Матре достаточно. Мы общались с ним дважды, и первый раз мы общались около двух часов. Это было очень личностное общение, очень приватное, приватное в том смысле, что больше никого кроме нас не было, только я и он, хотя то, что он сказал мне, не было чем-то приватным. Это будет основой моего неподготовленного подношения, в отличие от Гирираджи Махаража, который подготовил такую красивую, прекрасную подношение. Вы просто не понимаете, Махаража, как прекрасно было ваше подношение, как сильно затронуло мое сердце. Кришна так или иначе вдохновил меня, чтобы я вовремя подключился к конференции и услышал ваше подношение. Оно действительно демонстрирует, какое влияние может провести такой чистый Вайшнав, как Шилу Горгавином Махаража, на своего духовного брата. Что уж говорить о его учениках и последователях, которые выдали свою жизнь в служение ему. Но с его духовными братьями, которые некоторые из них в те времена спорили с ним и выражали недоверие, были истории, о которых я сейчас не хочу подробно говорить. Но тем не менее, он всегда, никогда не скупился на свое общение. Это был мой опыт. Он никогда не жалел того, чтобы делиться тем, что я воспринимал как миссию Шилы Прабхупады и его миссию. Это та тема, о которой я хочу поговорить. Я сделал несколько заметок. Как я уже сказал, я не подготовил ничего конкретного, но я много думал об этом в последнее время, больше, чем ранее. И размышляя на эту тему, я чувствовал, что Шилу Горгавином Махараж был очень сильно связан со всеми этими мыслями. Он показывает идеальный пример, который вдохновлял меня на эти мысли. Изначально, когда я представлю эту тему, она может показаться немного странной, потому что я уже упоминал об этой теме, но преданные несколько раз не могли понять, что я подразумеваю под разницей между движением Шилы Прабхупады и миссией Шилы Прабхупады. Потому что для многих, как и для меня было ранее, в течение столь многих лет, эти понятия были синонимами. Движение Шилы Прабхупады было его миссией, в моем понимании. И, конечно, здесь нет никакого сомнения. Но сейчас я начинаю размышлять все больше и больше над тем, что такое миссия Шилы Прабхупады даже за границами его движения. Что вдохновило меня на эти мысли, это стих, известный стих из десятописней Шримад Багават, который произносит полубоги. О Господь, который олицетворяет искрящееся солнце, ты всегда готов исполнить желания своих преданных. Поэтому тебя знают как Ванча Калпатару, древо желания. Когда ачарии полностью принимают прибежище у твоих лотосных стоп для того, чтобы пересечь океан материального существования, они оставляют на земле за собой этот метод, эту лодку. И поскольку ты очень милостив к своим другим преданным, ты принимаешь этот метод. Мы понимаем, что этот стих описывает то, как Господь очень милостив к своим преданным, которые пересекают океан материального существования. Он отвечает на их внутреннее желание, принимает их служение и оставляет лодку, как Шила Праупада говорит, о лодке, которая остается на том берегу, через которую можно еще раз пересечь этот океан. И в комментарии Шиловишана Тхиловича Кравар Ситакура к этому стиху он говорит, что оставить лодку на берегу означает, что преданные устанавливают движение в акте, и когда и так они пересекают этот океан материального существования, и другие могут пересечь его. Когда я размышлял над этим, я понял, что миссия, она находится на другой стороне. И миссия приводит людей на другую сторону, и движение находится на нашей стороне, на этой. И я нашел подтверждение этому, когда прочитал стих из первой песни Шимад Бхагаватам. Вся слава Ширина Ради Муни, весь успех ему, потому что он прославляет деяния верховной личности Бога, и получает удовольствие от этого, и вдохновляет все падшие души материальной вселенной. И короткий комментарий Шилу Павлопады говорит, Шилу Нарадамуни играет на своей вине, чтобы прославлять деяния Господа и дать освобождение всем душам в этой материальной вселенной. Здесь никто не испытывает счастья. Все счастье, которое им кажется таковым, является иллюзорным, проявлением иллюзорной энергии. Это то же самое, как свинья испытывает радость, поедая испражнения. Никто не может быть здесь счастливым. Такие преданные, как Нарадамуни, путешествуют повсюду, и их миссия состоит в том, чтобы привести этих душ обратно в духовный мир. Такова миссия всех настоящих преданных Господа, которые следуют по стопам этого великого преданного. Размышляя над этим стихом и также над стихом из 10-й песни, внутренне я начал размышлять над некоторыми различиями между движением и миссией. И затем я расскажу о моей встрече со Шилой Горговиндой, своим махараджем. Это было в 90-х, в начале 90-х. Я пришел встретиться с ним. У меня были некоторые размышления, которые вдохновили меня встретиться с ним. Я хотел обсудить с ним некоторые мои опасения касательно движения. Я не очень думал в то время о миссии, я думал о движении. И он очень милостиво принял меня. Он попросил всех выйти. Я сел перед ним на полу. И махарадж очень настойчиво просил меня сеть рядом с ним. Оба раза, когда мы с ним общались, когда я приехал с ним пообщаться, он хлопал по кровати и говорил, «Махарадж, садись сюда, садись сюда». И в тот раз, когда я его навещал, у меня как раз была сломанная нога. Я ходил после того, как я сломал ее в моей куре. И я подумал, что он сказал мне сесть рядом с ним из-за того, что думал, что мне будет неудобно, но я все равно остался на полу. Это было мое место. И я задал свой вопрос, который носил в голове и подготовил для того, чтобы обсудить с ним его. Я не буду домысливать, почему он не позволил мне закончить свой вопрос. Возможно, потому что он знал мое сердце и знал в точности, что мне нужно было услышать, и он просто начал говорить. Разговор развивался, как вы можете себе представить. В течение двух часов было много вещей, которые он осветил. Хотя я говорю, использую слово «разговор», на самом деле он говорил, а я слушал. И он начал этот разговор с рассказа о движении. Я мог понять, хотя в то время я не думал о различии между движением и миссией, старайтесь помнить об этом. Но то, как он вел себя в то время, сейчас я могу понять, что Шилагоргавина Махараш идеальным образом проявил оба этих понятия. Его опасения были очень сильно о движении. Он болел за движение, но также он очень сильно болел за миссию. И он обладал очень сильным чувством срочности сохранить эту миссию для блага всех ваишнавов и всех настоящих преданных, которые следуют по стопам Шилапрабхупады и стопам Нарадамуни. Что это за миссия? Их миссия — вернуть их, этих душ, в духовный мир, обратно к Богу. Такова миссия. Столько энергии направлено на поддержание движения, но мы не можем забывать о миссии. И хотя я не общался с Шилагоргавином своим махаражем много лично в течение этих заседаний GBC, у меня была возможность и удача наблюдать за ним и видеть воочию, как сильно он был озабочен вопросами о движении, чтобы правильные устои. И когда бы он не видел потенциальный компромисс, он говорил об этом прямо, и я уверен, Гирираж Махараж может подтвердить это. Он не говорил часто, но когда он говорил, он действительно говорил так, что его слышали, особенно те, кто ощущали потребность услышать его. Не каждый чувствовал эту потребность, иногда было определенное сопротивление, не каждый мог понять его, но в моем личном сердце я даже в то время уже начинал все больше чувствовать интерес благодаря его поведению, благодаря его уверенности. И все, что касается его, как Гирираж Махараж описал, его глаза, которые были увлажнены слезами. Я видел это довольно часто и обращал на это внимание. Горго Винда Махараж очень переживал о движении, но он также очень переживал, как сейчас я могу это видеть, о миссии. И он хотел убедиться, что миссия будет всегда оставлена такой, как ее сделал Шилапраупада, как ее принес Шилапраупада, и она чтобы осталась в этом движении. В моем разговоре с ним он начал говорить о движении, он начал говорить о проекте храма в Буванейшваре, он начал говорить о... Итак, он начал говорить о храме в Буванейшваре, он начал говорить о различных обстоятельствах, которые он встретил в своих попытках установить этот храм в Буванейшваре. Он говорил о различных личностях, которые так или иначе не могли принять тот факт, что слова Шилапраупада и его желания относительно храма в Буванейшваре были сами по себе достаточны для того, чтобы этот проект проявился. И он начал говорить о своем личном глубоком убеждении, уверенности в наставлениях, которые Шилапраупада. Он говорил много об этом проекте и о том, как все это проявилось благодаря желанию Шилапраупады. Он принимал очень смиренное положение в тени, описывая мне то, как... и доказывая мне, как все это проявилось из-за слов Шилапраупады, и что ученик должен просто обладать очень сильной верой в слова духовно-учительные. И если духовно-учитель сказал, что это проявится, то оно проявится, и мы должны иметь в эту веру. Такова была его тема в разговоре со мной относительно храма в Буванейшваре. Дальше он начал говорить со мной в какой-то момент на тему книг Шилапраупада, его учения, его наставлений. Он говорил со мной, пытаясь выразить то, как часто он слышал слова о книгах Шилапраупада, которые приносили ему большую боль. Особенно, он говорил, что некоторые люди говорят, что Шилапраупада не дал нам все. И, поэтому, они пытались заявить, что Шилапраупада не дал нам все, и так или иначе мы были в недостатке каком-то. И Егор Гавинда Махарадж, объясняя мне это, в какой-то момент он не мог продолжать говорить, у него в гордость толкомок. И он сложил свои ладони со слезами у глаз, его глаза были очень влажны от слез, и он сказал трясущимся голосом, «Простите меня, Махарадж, я не могу говорить». И он остановился и сидел просто со слезами, которые лились из его глаз. И я мог видеть, какую большую боль ему приносили мысли о том, что кто-то может так считать. В какой-то момент, не знаю, сколько времени прошло, после того, как он извинился за то, что не мог больше продолжать говорить, он снова заговорил. И он заговорил, как свирепый лев. И он пытался утвердить, что Шила Праупада дал нам все. Он поднял, взял в руки Ши Читань Чаритамриту, открыл ее, повернул ее ко мне, и стал указывать различные стихи в этой книге. И он сказал, «Махарадж, все, все находится в книге Шила Праупада». И он говорил с такой силой, с такой уверенностью, он говорил, что, как часто он говорил, мы должны просто стать очень большими умелыми экспертами в том, чтобы выуживать эти же мчужины из книг Шила Праупада, эти наставления. И он затем начал говорить о том, как духовный учитель продолжает наставлять своего ученика, даже после того, как он ушел. И как Гириарадж Махарадж упомянул, он говорил о том, как духовный учитель продолжает наставлять своего ученика и заботиться о нем через шастры, и он говорил о книгах. И также он говорил через уста других раишнавов в саду, и таким образом он лично заботится об их духовной жизни, о жизни каждого, кто страстно желает получить наставления своего духовного учителя. И пока он говорил, я размышлял над этим раньше, делился об этом. Я в тот момент совершенно не чувствовал, что он мне говорил. Иранжана Свами, «Ты что, не знаешь, сейчас с тобой Шила Праупада?» говорит, я совершенно, совершенно это не было его настроением. Он говорил из очень глубокой реализации лично. И когда я сидел там, естественным образом, мне в сердце пришло понимание, что Шила Праупада говорит со мной. И для меня само по себе это было большим катализатором, огромной трансформацией в моем понимании могущества гуру в его отношениях со своим учеником. Я уловил маленький отбрихст могущества духовного учителя в своих отношениях с его учениками. И такая прозрачность Шилыгорга Винда Мухараджи и то вечное послание, которое он очень крепко держал и представляло мне в этом разговоре, это являет вечный духовный принцип. И в моем уме нет ни одного сомнения, что этот вечный духовный принцип доступен тем, кто обладает верой, подобной вере, которую он обладал, слова его духовного учителя, моего духовного учителя. Мне стало очевидно после этого общения с ним, что он отдавал каждую фибру своей души в служении своему духовному учителю. Настолько, что после этой встречи, если кто-нибудь когда-нибудь осмелится даже предположить, что Горга Винда Суам Мухарадж не был человеком Шилы Прабхупады, я тогда превращусь в разъяренного льва, чтобы продемонстрировать, что в моем уме нет никакого сомнения в том, что каждая фибра его души была полностью посвящена служению нашему Гору Мухараджу. Он поговорил об этом, и затем это было определенным переходом к обсуждению миссии Шилы Прабхупады. Это та миссия, которую я вначале уже упомянул. Миссия заключается в том, чтобы приводить остальных в духовный мир, обратно к Богу. Это не противоречит поддержанию движения, но оно усиливает смысл поддержания движения. То, что он сказал мне, это та же самая игра, лила, которую он рассказал Гирираджу Махараджу. Точно та же лила. Он рассказывал его с таким чувством, с такими жестами. Он очень анимированно ее описывал. Даже он натянул себе, как будто бы конец царе на голову. И я думал, когда слушал его, что он находится как раз там. Я размышляла об этом, вспоминая стих из третьей песни Шримад Бхагаватам, когда Видура отправился пообщаться с Удховой, и Удхове нужно было вернуться, для того, чтобы пообщаться с Удховой, с Видурой. И в комментарии Шилы Прабхупада описывает, как иногда великие Вашнавы всегда находятся там, точно так же, как Удхова находился в Двараке в то время. И он вернулся оттуда. И на физическом уровне пообщался с Видурой. Шилы Прабхупада объяснял, как у Вашнавов есть способность находиться в обоих мирах, и в этом мире, и в Духовном мире. Я размышляла об этом комментарии, и действительно, я именно это и чувствовала, отблеск этого. Это было как окно, которое открывалось в Духовный мир для меня. И сейчас, размышляя над этим, это была миссия Шилы Горго Винда Махараджа. И это было миссией, что является миссией Шилы Прабхупада. И эта миссия состояла в том, что он помог стольким из нас обрести хотя бы отблеск, понимание, что да, у нас есть очень много обязанностей в отношении движения Шилы Прабхупада, но давайте не забывать о его миссии. И он учил не только своими словами, не только своим поведением, но также своим идеальным примером. Его миссия заключалась в том, чтобы учить каждого, что отправиться домой, обратно к Богу, является нашей целью. И он жил для того, чтобы учить этому других. Как минимум 10 раз. В ходе моего разговора с ним, по крайней мере, 10 раз. Когда я уже стоял у дверей, готовый уйти, Горго Винда Махарадж с влажными ослевываться глазами, после того, как он какое-то время, около 10 минут, рассказывал мне еще одну игру Кришны, уже когда я уходил, и он был там и не там. И вот, что больше всего меня впечатлило, впечатлило, хотя я на самом деле не очень помню саму Лилу, о которой он говорил, но что очень сильно меня поразило, это что Шила Горго Винда Махараджи снова пытался объяснить мне важность становления сознающим Кришным в этой жизни. И затем, когда он вернулся в этот мир, он сказал мне, как он уже говорил несколько раз в ходе этого разговора, «Махарадж, пожалуйста, приезжайте к Буванешу, пожалуйста, приезжайте к Буванешу». Он умолял меня, «Пожалуйста, приезжайте». И, конечно, одна из моих самых великих, в великой боли, я был в Майпуре во время его ухода. Это, конечно, совершенно другая история, о которой я не буду сейчас говорить, но одна из мыслей, которая постоянно снова и снова укрутилась в моей голове, «Почему я не пошел, не поехал к Буванешу? Почему я не принял его? приглашение, что со мной было не так?» Я снова и снова думал, что сейчас его здесь нет, он ушел, он выполнил свою миссию, он выполнил миссию Шилы Павпады, и сейчас я оставлен здесь один разбивать свою голову у камня, сожалея, что я не воспользовался достаточно невозможностью общаться с ним. Но, тем не менее, я знаю, что чувства разлуки, которые иногда приходят в сердце, имеют очень сильное могущество очищать. и помнить это общение, каким бы мимолетным оно ни было с этими возвышенными вишнамами, дает нам возможность получить благо, чувствуя эту разлуку с ним. Я должен сказать, Гирараш Махараш, уже учитывая даже столько, сколько я уже говорю, твое подношение, твое подношение очень сильно пробудило во мне это чувство разлуки. Скоро видно с вами, Махараш, что я не могу достаточно отблагодарить тебя за то, что ты поделился им со мной и со всеми остальными. Простите, я уже говорю дольше, чем должен был. Это было спонтанно, я не подготовился, но я должен здесь остановиться. Спасибо. Махараш, мы вас до 10.10 установили, что вы будете говорить, но имеется в виду до 10.10 следующего дня. Я должен сказать столько всего, я хочу сказать столько всего, но чтобы подтвердить мое то, как я оценил ваши слова, но я думаю, что лучшее подтверждение это улыбка Гирираджа Махараджа. Я бы хотел просто спросить, Гирирадж Махарадж, у вас были, есть какие-то комментарии? Я просто хотел добавить, что вы видите улыбку на моих устах, но не видите слез в моих глазах. Я так благодарен за то, что его святейшество Ниранжан Свами сказал, это было очень глубоким. И он упомянул то, что я, скорее всего, видел Гирираджа Махараджа в заседании GBC, и это правда. И был один случай, который пришел мне на ум, который очень показательный. GBC обсуждали квалификацию Гуру. Они составляли список. И Горго Винн с вами сказал, он дает Кришну. И они не хотели записывать это на доске. Он сказал, запишите на доске, запишите на доске. Он дает Кришну, Гуру дает Кришну. Я собирался сказать об этом. Это то, что я тоже очень глубоко запомнил. Я не знал, было ли это уместно говорить об этом. Но я точно помню, что предный, который писал, записывал наш мозговой штурм на доске. Горго Винта Махараж дал это как очень важный принцип, что духовный учитель дает Кришну. и преданный, который записывал все на доске, когда он приоритизировал, он записал этот пункт немножко в стороне, как будто бы он был не очень в соответствии с тем, что мы уже записали. Он немножечко их разделил. И я сидел рядом, прямо рядом с Горго Вином Махараж. и он просто разъярился. Он был как огонь. Что ты делаешь? Запиши на доске. Я очень рад, что ты упомянул об этом и вспомнил об этом. Есть вопрос для Неранджида Махаража. Я хочу пару комментариев. Я хотел упомянуть, что очень быстро. Гуру Махараж однажды сказал мне, когда мы путешествовали вместе, что мы должны работать над тем, чтобы помочь поддержать престиж миссии и шива паупады. И лучший способ сделать это, это чтобы у нас была замечательная Кришна-кадха и замечательные отношения между предами. Я вижу в вас обоих, Неранджида Махаража, Неранджида Махаража, живое воплощение этих двух вещей. Замечательная Кришна-кадха и замечательные отношения между вашим и я очень чувствую себя счастливым в вашем обществе. Я не могу достаточно вас отблагодарить. Есть несколько комментариев. Умкар записал вопрос для Неранджида Махаража. Как мы должны на индивидуальном уровне балансировать наше служение движению и миссии, потому что иногда они могут перекрывать друг друга это служение миссии, служение движению могут противоречить друг другу. Как их сопоставить? Как установить баланс между ними в этом вопросе? Он говорит, как мы должны управлять на индивидуальном уровне. Наверное, это и значит балансировать между двумя этими видами служения, служения по отношению к миссии и по отношению к движениям. Да, не иногда не иногда они противоречат друг другу. Я осознал, что даже более, даже чаще они гораздо часто они противоречат друг другу. Я бы сказал, что самый лучший способ управлять им, это по крайней мере, что мне сохраняет меня в здравом уме в моих попытках всегда держать цели миссии на переднем плане, потому что я думаю, что это именно то, чего Шила Прабхата хочет. и я уверен, что иногда некоторые элементы движения могут быть не идеальным воплощением всего, что Шила Прабхата хотел дать нам как свою миссию, и мы иногда сталкиваем эти элементы между собой в движении, и они могут не совсем идеальным образом соответствовать тому, что Шила Прабхата дал нам как свою миссию, и поэтому лучший способ управлять этим это быть верным миссии. Если вы верны миссии, то в конечном счете Шила Прабхата будет доволен, Кришна будет доволен, и в конечном счете все противоречия устранятся, но должен сохраняться один принцип. Я уверен, что должен быть один принцип, что мы всегда уважаем ваишнава. Если мы потеряем видение приказа Господосчитания, что он даст любовь Богу каждому, кто просто воспевает его имена и не обижает ни одно живое существование, не оскорбляет ни одного живого существования. Я уверен, Горго Винда Махарадж учил этому. У нас есть его пример. Он также сталкивался с такими противоречиями, но всегда сохранял верность миссии и всегда с уважением, огромным уважением относился к каждому. Это очень прекрасный, глубокий ответ. Это дилемма для каждого и те, кто могут не обладать такой удчей и общением с вами. Я NEED что ваш пример является огромным источником вдохновления, чтобы балансировать между двумя этими типами обязанностей. Ушка Ракша Прагома, Духовный брат, комментирует «Спасибо огромное за то, что вы проявили любовь к нашему Духовному брату, Духовному учителю». Еще один комментарий. Спасибо огромное за ваши продуманные, за то, что вы думаете об этих различиях между миссией и движением, за то, что у вас есть глубокая вера в наставления Духовного учителя. И также еще один комментарий. Мы так обязаны вам за ваш пример, и вы дали нам почувствовать присутствие Гургавенда Махараджа через ваши слова. Этот комментарий также отражает и мое мнение. Хотели бы вы добавить что-то? Я просто хочу принести свои Дандават Пранамы Шриле Прабу. У нас была удача общаться в Нью-Йорке в конце 70-х, и я очень с большим теплом его вспоминаю. Еще я хотел добавить, что у вас осталось еще где-то 20 часов до конца вашей презентации. Я не знаю, примут ли это все остальные, но спасибо, что вдохновляете меня. Я бы был счастлив поговорить еще, но я уверен, что у других есть много всего, что они хотели бы тоже сказать, и что они хотели бы услышать от других вайшнавов, Ошри, Гургавенда Махараджа, и также от него самого в маленьких видео, которые были показаны. Поэтому я должен воздержаться от этого соблазна. Мы скучаем по общению с вами в Майяпуре. Спасибо огромное, Мадаванан Дабрабу, за то, что пригласили меня принять участие в этом благоприятном событии. И я действительно надеюсь, что все это будет записано онлайн, и я буду очень благодарен, если я смогу прослушать эти подношения, которые прославляли Шилу Гургавенда Махараджа. Я хочу еще раз с глубины своего сердца поблагодарить Гиририраджа Махараджа за то, что он вот таким образом воздействовал на мое сердце. Ваше подношение зашло прямо в мое сердце. Я очень скучаю по нашему общению с вами, Гирирадж Махарадж. Я молюсь о том, чтобы вы позволили мне распространяться перед вашими стопами, точно так же, как вы описывали, вы сделали это перед Гургавенда Махараджа. В следующий раз, когда у меня будет возможность, я так и сделаю. Я не могу принять то, что говорит его святейшийся Гирираджа Махарадж, как что-то буквальное, но я принимаю это как проявление его экстатической любви. Я не хочу быть фанатичным учеником, но я хочу сказать, что вчера, особенно в утренней сессии, многие преданные плакали, особенно когда они слышали о Бхагавате Махараджа. И особенно, я думаю, всем очень понравились воспоминания Ваджаян Тималы, которая была одной из тех, кто задавал вопросы к Гургаве Махараджу, когда он покидал свое тело. Ее память феноменальна. Мы все это загрузим онлайн. Я просто не могу достаточным образом поблагодарить вас обоих. Если бы вы хотели добавить что-то еще, я все.